Здравствуйте! 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 Состав у нас такой сегодня. Хочу вам представить Владимира Николаевна Сурановича. Многократный чемпион всевозможных Также дважды призер 12-16, серебро и бронза Олимпиады, победится чемпионом мира. И победит этот в плане бокса. И наши друзья, я надеюсь, могут победиться хорошими. Вы также с ними подружитесь. Поэтому по моей просьбе будет проведена именно тренировка по боксу. Добрый день всем. Я извиняюсь за опоздание. С ребенком повозился. Пришлось отвезти палеопеду. Там опоздание своих. В общем, я очень еще раз извиняюсь. Ну что, меня зовут Олимпиева. Он меня уже представил. Он был призер Олимпиады, чемпион мира. Уже 22 года занимает боксер по стиле. Буквально завтра исполняется. Но мы хотели это позже сказать. Так что, вы уже мне говорили, что в акидо тоже руками бьют правильно. То есть руки это необходимые вещи. И кто-то фоксер не знает. Но бить свое слово только в зале. Нигде больше. Так что мы начнем. Я начинаю тренировку всегда с растяжки. Ну, то есть подготовиться к самой разминке. Потом разминка. А потом уже основная часть работа. Вот. Если интересно, буквально пару строк о себе. Прежде чем мы начнем. Сам я родился в Армении. В 8 лет переехал в Кемеровскую область. В Новосибирске жил уже 15 лет. Ну, то есть как в принципе вошелся в Сталинбурной России по боксу. Здесь в Новосибирске. Сначала молодежно. А потом возрастно. Вот. Ну, и все вот это время я уже занимаюсь и общественной деятельностью. И благотворительностью. Ну, по мере возможности все, когда успеваем. Вот. Так что. Что касается спортивных моментов в жизни. Что бы я хотел сказать. Молодые ребята. За все мое время карьера в спорте. Вообще в сборной. Много было людей, которые говорили. Миша, ну подожди. Пусть он съездит там на Фрагмиро. Ты молодой. Подождешь. Никогда не слушай этих людей. Я не ждал никого. Пусть выиграют. И едут. Побежать должны все вещи. А не по договоренностям. Понятно? То есть уборство, трудолюбие. Это секретность успеха. Хорошо? Ну что. Ну давайте начнем тренировку. В принципе с растяжки. Начинаем. И тянемся в руки и колени. Все. Правые ноги. У вас, наверное, примерно, разминка похожа на боксерскую, наверное? Не кажется? Не кажется? Как у вас происходит разминка? Я думаю, легче похоже. Ну да. Другой ноги. Ну да. Другой ноги. Так же. Делаем массовик. Не будет прямо на нас. Другой ноги. И так же помните. По грудью коленки. Так, одну ногу, другую ногу. Закончил, а то сейчас убьёшься об тему другим. Руки расстянем. Вы, наверное, замечаете, что я не делаю пилипательные движения, как многие делают, потому что есть такое мнение у специалистов, которые нас обучали на растяжке, что нужно примерно 45 секунд в минуту держать мышцу напряжения и начать расслабляться после этого. Чтобы не было вот этого, как называется, камкада. Не используйтесь. Сейчас же вот так, давайте. Так, продолжаем. Мы здесь во время разминки по кругу не будем бегать, даже здесь мало места виду, что пусковато, а на месте мы поделаем движение. Мы закончили, давайте тогда начнем вот свою разминку, я думаю, на месте, на месте будем вместо бега, будем лягушку делать. Начнем, разминка, бокс начинается с ног и наверх, как делать коленки подростками, и на сангоне. Есть такое упражнение у вас всех? Делаете? Нет? Нет? Да, это боксерские. И внутрь. Подолжим. Я говорю, боксера ноги кормит, нам ноги нужны. И все вместе. Все вместе. Что это делал? Все вместеtı. Все вместе. Я говорю. Все вместе. И начинаем фактиктурующие, уже поспокойнее движение. Федор, голова пройтся, в одну и в другую сторону. Плечи, вверх и вверх, вверх и вверх, вверх и вверх. Вверх и вверх, вверх и вверх. Федор, самый последний в акидоне, если вы знаете, это 10-й, правильно? Данже. 10-й сейчас нету. Нету? Сходи сейчас. Какой последний? Самый большой, 9-й. А правда, что, не знаю, биографией Стивен Сигнев занимался акидом, правильно? И говорит, что он будет единственным, пока в мире 10-й дам. Ну, это якобы, не знаю, такие сказки. Нет, у него седьмой. Седьмой, да? Компримируйте. Чуть-чуть. Что-то, не знаю, что он будет. Какой? Не знаю, что он будет. Седьмой. Седьмой. И вращатель движения в противном суставе. Вперед, назад, ворота. Стоп, вращатель, вращатель. Блок. Взяли. Замок предыдущего. Замок, и вперед, назад, куда-то задодушную высшую сторону. Если у меня какая-нибудь травма или что-то на дренерке не получается, то я всегда ругаюсь за то, что плохо размялся. Это оказалось, что вроде на базу, но замечание делаем. И размертельное оттяжение давало шею на разомню чуть-чуть. Закончили. Ноги на ширине плеч. И достаем развертельное руками. И так далее. А в ангиду? Перчатки какие-то? Или головы? У нас нет правил. Правил нет. Правильно, даже руками бить не можно. А что надевать на руки во время боя? Ничего. Ну да. У нас они называются отели. Это те удары, которые меняют центр тяжести человека. Ну то есть... Слово бьется, нет? Без разницы. А я думал, что это более безопаснее бить спорту. Безопасно, да. Потому что бьем только тогда, когда люди уже подрощены. Уже темненькие. А что ты не делаешь? Смотри. Смотри. Так, ну что, мы разбитку закончили. Перейдем... Я уже был в технику, да? Как в боксе, как меня учили с самого детства. Я думаю, что вам пригодится. Встаем ты у правша, кто решает. Я и так, и так, если честно. Ну, естественно, я по природе правша. То есть, все сгруппировано. Локоть защищает печень. Где очень больно приходится удар. Ноги сразу замечают, что вот таким образом. Не надо ставить. Ну, вот как в квадрате гав получается. Визуально чертите. В верхний угол левая нога. И внизу правая нога в другом углу. То есть, стоим, все равновесие держим. Ноги чуть-чуть присогнуты. Все галбоксы. Чтобы это было уже для защиты хорошо. Вот. Прямой передней рукой. Все элементарно. Шаг бьется. Плечом закрывается уже, чтобы не было ответного удара. То есть, не вот так вот бьется, да? То есть, открыто все. Я эти детали очень сильно использую против соперников. То есть, бьется все закрыто. Видите, все сгруппировано. И ухожу. Тоже чуть-чуть полусогнутые ноги. Чтобы если нужно было для защиты, я сразу ушел. Давайте левый попробуем. И, пожалуйста, смотрите, сразу обратил внимание. Вы пытаетесь здесь достать. Получается, у вас голова вылазит до линии левой ноги. У вас идет перерезь центра тяжести вперед. Соперник сделает движение назад. Вы провалитесь. Если у вас будет два-три удара. То есть, все равномерно. Бьем их. Кто-то, давай. Кто-то, передний ногой. Шагаешь? Стогаешь? И назад. Удар бьется, смотри. Удар бьется, смотри. Удар бьется, смотри. Удар бьется передними двумя-тремя костями, казанками. То есть, их ни в том образом не так. Чтобы у тебя не было перелома в кисти. Чуть-чуть подсогнули удар. И обязательно. И рука возвращается также на место. Давайте добавим удар правый. Смотрите. Подшагнул, подготовил базу. Рычаг для правого удара. Сзади ногой начинается удар. И смотрите, носок у меня. Смотрите, ровно туда, где мишень. То есть, если у вас будет переворот ноги, удар у нее туда. Если не довернули, у вас через несколько лет операция на коленке будет. Потому что она растягивается. У меня уже было, поэтому я говорю. Вот. Поэтому раз-два. Видите, прямо туда смотрим. Раз-два. И я не переваливаю сюда. Иначе соперник ушел, и я пошел туда. Давайте сделаем больше. Раз-два. 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 Ребята, вы согласитесь со мной, что один из самых уязвимых моментов, где он может достать соперника. То есть, не важно, где, в боксе или в другом виде спорта единоборств. Это когда он ударил, тут он готов. Потому что он расслабляется. У нас психологическая мысль. Мы атаковали, а если еще удачно попали, мы думали, а, хорошо, все сделали, и вернулись себе спокойно. Думали, попали. Ну, есть такие упористые спортсмены, которые пропустив, они лезут в свою реваншину. Поэтому очень важно, сделать эту ночь, вернулись тоже, и концентрацию не терять. Очень важно. Зрительно нужно видеть соперника. Никогда не отпускать его. Я иду сейчас в почте. Я иду. Я иду сейчас. Я иду сейчас. давайте попробуем с вами удар передней рукой сбоку я его очень люблю пить в скачке то есть соперник двигается он не ожидает я покажу его кружу и могу показать живот живот на половине и сразу перевожу голову очень часто это проходит я думаю можно показать вниз при всех ногами а можно руками чуть и сразу перевод на голову вы же его делали очень быстро вот чуть-чуть присели да и в голову смотрите у вас делается два движения у меня одно у вас два вернее у вас три я делаю прицеп и сразу бью руда а вы делаете сюда потом сюда и потом бьете удар это внутри движение это правда все очень долго это очень долго смотрели над этим он воспользуется то есть вы сразу делать вот передний нога вы не не вправо присаживайтесь а про мужчина на переднюю ногу как вы чате и стартану с берите быстрее И, пожалуйста, вы все бьёте, как это бьёте и остаётесь Сразу в глаза бросаете То есть вы ударили, но я понимаю, что мы сейчас говорим о «даче», что правильно не сделали движение Ну, прям, видно бросать в глаза Надо бить и сразу возвращаться на свою дистанцию, либо уйти в сторону Вот, то есть, главное, что не дать, что мы уже мишем, и не дать сопернику прицелиться То есть ударили, можно уйти в сторону Ударили, можно уйти назад То есть соперник, он всегда не должен почувствовать эту дистанцию А мы должны её вести Можно же с правой стороны боковой С правой руки То есть рука здесь И также с правой ноги Рычаг бьётся Давайте попробуем отдельно Правый ход Тоже вот, смотрите, у меня локоть не внизу, а в одной линии и даже чуть-чуть выше И руками вот такая кислица То есть, чтобы не было переломов или травм Продолжение следует... 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 Вот за вот эти места, за ломти, за плечи, держи, уберешься. Отпускает руку, шлоднял и пошел шагами вперед. Все? Понятно? Покажу еще одно изображение, которое вам обязательно пригодится, раз у вас есть такой контакт. Как я уже говорил, провоцировать специально, ну, знаете, по взгляду соперника, и где-то, если до сих пор, вы знаете, видно, какая у него тактика. То есть он агрессивный, твердолобый или умный. То есть я вижу соперника сразу, даже беру себя там секунд 30 на разведку, если я не знаю соперника. Ну, что я делаю? Я показываю себя агрессору, я начинаю его, ну, как раз, настигать, нападать на него. То раз поткнулся, это надо делать через 30-40 секунд в среднем. То есть я смотрю на него, как он действует. Как он бьет, силу удара я на себя на защиту принял. Ага, силу удара понятно примерно. Скорость посмотрел, насколько он быстрый. Ну, и потом посмотрю сразу его в клинч. Я залезаю в клинч. Залезаю в клинч и начинаю его провоцировать. А первая, скажем так, разведывательная часть боя идет психологическая борьба. И судья смотрит, кто как себя ведет. Кто быстрее включается, у кого есть идея, план на бой. То есть это очень обязательно. И соперник. А соперник, если у него нет еще плана, он волнуется, волнение же еще есть в первые секунды. Он думает, что как сейчас про меня судьи подумают, что надо себя показать. И вот это показать его я использую. Он выходит заряженный. Это мне и надо. Он выходит заряженный. Я начинаю, как сын, на него нападать. Он же не хочет выглядеть хуже. Он начинает меня толкать. Я это и жду. Пожалуйста. И все. Я начинаю выводить. То есть вот этот момент я хочу вам именно показать. Когда вы начинаете толкать, упираться. У вас соперник тоже упирается. Все элементарно. Делайте чуть-чуть шаг назад. И смотрите за парабой ногой. Поворачивается. Пятка. Все. Пятка вывернулась. И ушел в сторону. Можно даже вот. Смотрите. Смотрите. Теретьей ногой. Под шагулей. И пятку вывернулась. И здесь можно боковой ударить. Любая ваша атака здесь. То есть сам факт уйти. Провоцировать. Создать давление. Показать, что вы. Но не тратьте силы. Здесь не надо возиться. Здесь просто плечом. Телом чуть. Потолкать. Пусть он вас. И чуть-чуть дать ему. Специально. Дать слабеньку. Пусть он идет на вас. И пожалуйста. Мысль. Сразу судить. У спортсмена мысль хорошая. Шею ударил. Молодец. И все. Я говорю садись пять. Дальше говорю. Попробуем вот так вот. Видите. По очереди меняйтесь. Вот так вот. Можешь протолкаться. И вот. Выть. Понятно? Нет? У вас тоже. В вашем виде спорта очень важно. Зайти за спину. У нас тоже. Зашел за спину. Соперник в этом положении. Это уже сразу выигрышный эпизод. У нас в боксе было где-то тысяча. О, десятки по-моему. Ударил. Многу нажал. Судья. Это получается балл. Сейчас получается. Простановится с ним. Выиграл аром. Десять баллов. Проиграл. Девять. Сильно проиграл. Досемь. Поэтому. Любой эпизод выигран. Даже если не ударил. Не попал. Но эпизод выиграл. Пожалуйста. Все хорошо. Все в нашем формате. Вот. Поэтому. Вот такая вот эта. Ну что мысль. Ну такие моменты в боксе покажу. Еще один это самое. Я их сейчас покажу. Здесь тоже мальчик маленький. Здесь это самое. Поможешь мне сейчас. Ну это... Я когда начал это делать, Тренеры меня очень сильно ругали. И из города. И мой личный тренер. Не делай это опасно. Я же тут. Я не всегда это делал. Вот. Опасно почему? Смотрите. Я начинаю опять вызывать соперника. Кто на него нападает в начале. Он начинает провоцироваться. Потом они знают всю жизнь, что я более интеллектуального характера схватываю. Я начинаю водить его, смотреть. А как правило, вообще мы спасены любым боксерам. Многие, что попало, творить в ногах. То есть мало кто, он в ногах двигается, они начинают запутывать. Вот такие, но они становятся, шагают никак. Поэтому я начинаю водить. Мне хватит доли секунды, чтобы сделать атаку. Он только вот так вот поводнее стал. Здесь он мой. Что я делаю? Я начинаю его сначала упираться. Все упираюсь. А потом начинаю его водить. Он уже запутался. Ему идти назад или на меня. Потом я опять начинаю его водить. И тут только я пошел назад. Идешь у меня. Но здесь это опасное движение. Но я покажу как безопасность его сделать. Чтобы здесь на боковой удар не нарваться. На боковой. Я делаю шаг. Видите как вроде как. И быстро разворачиваться. Чтобы у меня не было. Все правильно сделал удар. Да. В этом по-моему правильном. Чтобы не оказаться спиной. Судья скажет спиной стало нельзя. То есть я делаю это быстро. Я делаю это быстро. На встречу. Все. Я уже здесь. Чем быстрее вы это сделаете. Чем быстрее вы за спиной у себя вернули. То есть если вы левша. Тут нужно чтобы была одна стойка и все левша. То же самое. То есть смотрите. Видите я. Я не просто делаю прямой стойки. Я подсаживаюсь немножечко. Чтобы рука на месте. Подсел. Рука на месте. Если вдруг боковой удар. У меня все на месте. Я не прокручу. Не буду в нога у меня. Вот. И. Подсев. Если будет боковой удар. Он пролетит сверху. Подсел. И ушел. Это от прямого удара тоже. И от бокового защита. А если удары снизу. У вас рука на месте. Удара снизу жрать не будет. Потому что вы сделаете очень быстрее движение. Поэтому попробуйте. Попробуйте. Если сделали накат на соперника. Чуть-чуть назад или в сторону. И быстренько развернулись. Ну здесь уже ваша фантазия. Как нанести атакующую. Контратаку. Попробуйте. Первый шаг. Еще вперед. Первый шаг. Да. Вперед и в сторону. Вперед и в сторону. Да. Да. Вперед. Кто у вас с этой отработает? Я. Не уйдешь? Делай. Такая передняя работа. Ты выворачиваешься. Все. Что? Что ты не стоял? Не поворачиваешь? Давай. Смелеть, смелеть, иди прямо на него. Прокучай сюда, я вам сам на вас. Вот так. Передний, быстрее. Передний, праведний. Отдавите отсюда вообще. А? Отдавите что? Сгреню? А можно спустя? Ну, можно в ладошке? Нет. Его задача делать писты, чтобы ты не смогла бы дальше. Конечно, может, если это его иначе не успеть. А? Бокси нет, маленький дом, если бит, то бит. Я, короче, вот, мимо меня запутался, вместо того, чтобы сделать это движение, меня в угол загоняет. Я специально зашел в угол, чтобы выиграть соперник эпизод. То есть, создать вид, что он меня в угол загнал. Тут уже... Вроде он думает, что сейчас, вот он, все, Миша мой. И тут я должен уже выйти с угла. И я что делал? Мультикер насмотрелся и там промежуток просхожу. Пробежал весь зал. Там несколько тысяч человек сверялись. Включая их. Судили. Вы столько или не делаете? А? Ты ему поправил? Нет, конечно. Мультикер на мишу выскочил и выезжал. Он думает, что это проход. Ну что, у нас тренировка, с чего начинать, за темой заканчивается. Заключительная часть. Это всегда рассташка, в лосах, да, рассташка делается. То есть, рассташка, мышцы, это всегда. Для того, чтобы не было травм, спазм мышц. Растянуть мышцы, чтобы было над эту штуку взять. Мышцы, они мягче становятся. И не спазмливаются. Ну и самое главное, то, что тревожить любого человека, чем больше мы тянемся, тем больше мы останемся молодым. Но это травм действительно не так, потому что они должны быть жилецкие, мягкие, спазмированные, чтобы не было спазма. Поэтому растяжка начали, растяжка закончилась. После тренировки растяжка. Это процентов 70-80 вашего восстановления. То есть, бывает же такое, да, например, 2-3 недели не потренировались, пришли на тренировку, и потом мышцы насыщили все болят. Растяжка нужна, чтобы потом не было травм. Растяжка, растяжка это очень обязательно сохраняем молодость и восстановление. То есть, экономим энергию. Нам на среди уже надо будет уже подвиги на тренировку. А когда мышцы затянуты, им надо время, чтобы расслабиться, а потом еще и восстановиться. То есть, это время. То же самое, что мы делаем. Вот. И все, пожалуйста. Но упражнения на пресс мы делаем в конце этого участия. Сделаем чуть-чуть, да, пару упражнений. Покажу, что мы делаем. Это обязательно. Кстати. Давайте прямо вот сядем. Думаю, что... Я спрашиваю, ребята, даже постарше меня. Ребята, а что это со мной? Как вы думаете? Как вы думаете? Пресс для чего лучше защищать? Ударили, чтобы не больно было? Я говорю, это да. Но в основном, если бьюжи по плечным сижимам, мы все ложимся. Если у нас характер непонятно, но бывает так, что прям на колени садишься. Вот. Самые мышцы пресса – это те мышцы, которые будут в жизни не перекачать, в отличие от всех остальных. Поэтому, когда кажется нам всего не можем, мы можем пресс этим не перекачать. И сами наши действия, когда мы пьем, у нас все равно идет спаз мышц, то есть брюшной полости. Получается, мы отдаем энергию. И чем больше они нас накачивают, тем мы вынослили. Вроде какая мелочь и тонкость, но ее вроде бы мало кто знает. Просто не обращать на это внимания. Поэтому пресс – это прям однозначно нужно качать. Ну давайте я свои упражнения покажу. Что делаю я на тренировке? Вот все лимитарно. Делаем короткое движение. Короткое движение. Я делаю комплекс упражнений, там, раз по 30. Делаю вот короткое движение. Потом, перехожу сразу, не отдыхая, руками. Задача поясницу поднять. Конечно, то есть не просто голову, а стараться пояснице создать напряжение. И следующим переходом колено сгибаем. И тоже самое. Стараемся поднять поясницу. Следующее упражнение переходим, ну как велосипед, правым локтем, левую ногу. Достаем и наоборот. Делаем здесь уже 60 раз. 30 к одной ноге, 30 к другой ноге. Ну и затем делаем ворх сидя, прямыми ногами. Делаем, делаем упражнение. И, конечно, потом ложимся и держим. И держим. Это можно нарисовать, и не нарисовать, написать свое. Давайте поделаем чуть-чуть. Вниз, вверх, вниз, вверх. Ну что ты не можешь? Стараемся, стараемся. Там, держим чуть-чуть, чуть-чуть держим. Когда мне сильно больно, я просто начинаю внижать свои мысли, что это не мое дело. Пусть сильно болит, и все. Но иногда помогает. Ой, как хорошо аппетит. Может, закончится? Ладно, я не буду вас сильно ехать. Я делаю упражнение на фрез. Когда я с собой инфидитром, я же 8 кг скидываю. Силы практически не бывают, когда нужно на характере. То есть, вот такой комплекс упражнений. Я сейчас делаю 4 круга таких. Чувствую, не хватает. Еще делаю просто, так сказать, береборщики, да дальше иногда. Здесь не будет, не надо. Просто на количество раз. И в среднем, у меня вот подготовка к соревнованиям, или к одному профессиональному бою. Это три этапа. Ну, там, ОФУП, СФУП, специальная физическая подготовка. И уже все, без всяких. Это чисто боевая практика в последнем месяце. И вот первые два месяца грубой силы у меня очень много. То есть, имеют уже железяки. Правильный подход именно в тренажерном зале. Вот такие пресс, все остальное. Я, что касается прессов, я делал до полутора тысяч раз за тренировку. От тысячи до полутора тысяч. Вот. Почему? Потому что кто-то делает пятьсот, кто-то шестьсот. Я думаю, а чёрт, ну а мне надо больше. Вот. Поэтому, ну, как вы настраиваетесь на бой? Настроиться на бой, ну, это значит, надо вспомнить свои тренировки. Если я лучше готов, если все делают стандартные, например, там, 200-300 раз. А я делаю полторы, полторы тысячи раз за тысячу раз, ну, значит, я должен быть сильнее. Вот. Поэтому вот это, вот это и есть настрой на бой психологический. Лучше подготовился, значит, лучше будешь в психологическом состоянии. Ещё один секрет раскрою, вернее, рекомендация. И вам, молодые люди, совсем юные, и всем, что вот я, например, десяти лет занимаюсь вот этим видом спорта, и на первых тренировках, ну, наверное, не на первых, на первых тренировках, мне тренер первый сказал, больше можно, меньше нет. Все делают, ну, скажут, отжаться двадцать раз, все отжимаются двадцать раз. Я всю жизнь занимался двадцать один раз. Ну, чтобы по времени не оставать, мог быть двадцать два, двадцать три, но там меня посчитали, что я, ну, не то, что я больше сделал, то, что я медленно делаю. То есть я делаю двадцать один раз. И как-то я сижу и вспоминаю, за двадцать два года сколько я сделал, больше всех. Все делаю двадцать раз, действительно, это сказать, тридцать раз, тридцать отжались. Вот. А мне тренер признался, когда вот уже, ну, уже взрослые, уже дети, Николай Михайлович переехал в ждухозстей много лет. Я помню это. Я его спрашиваю, почему? Ну, в детстве говорили, что я сейчас самым чемпионом мира, там, самым лучшим. В этой самой, я же 10 лет был, 10 лет. Ну, вы знали-то. Но я же видел, что ты делаешь на один раз больше, чем все. Вот. И за столько лет у меня это накопилось, накопилось, и в сборной, и везде я все делаю на один раз больше. Я же не буду крутая, я сделаю больше. И тренер, он заметил это все. Заметил, что я дисциплине очень, ответственно отношу к дисциплине. И, то есть, сделать на один раз больше, как говорится, вы не обеднеете, только разбогадейте в плане физическом и духовном. Поэтому такую можно взять, и не только в спорте, да, где-то вот и в школе тоже. Можно сделать немножечко больше. А нужный учитель на стадии, он себя заметит. Да, если не заметит, то ему в жизни сами тоже успешно будет. Вот у меня такая рекомендация в жизни, так это, просто молодым, например, детям можно это посоветовать там. Ну, я своего ребенка так же воспитываю. Сейчас у меня твой детей вот таким же образом. Сейчас начинаю я, что он пока особо не понимает. Плава не может заниматься с двух месяцев. Папа тиран. Вот. Но дисциплине очень важно. Очень важно. То есть он мне должен вставать, кровать заправить. Сам процесс, он может тебе плохо заправить, но сам процесс встал, он должен ее сам заправлять. Вот я считаю, что вот эта мелочь, она закладывается потом на свою жизнь. Дисциплине. Ну, то есть заправить там. То есть полотенцем нужно место повесить, дверь закрыть. Ну, свет выключить, если он просто так и должен гореть. Не потому, что он экономит, например. Ну, просто он должен быть выключен смысл, что он будет включен, если никому не нужен. То есть дисциплина, как говорил Костя Дзю, порядок будет в классе. А как говорит Оксана Чих Суворов, дисциплина – мать победы. Спасибо за тренировку. Мне было ничего. Увлекательность с вами есть поделиться своим опытом с другими видами спорта, которые, кстати, очень люблю. Не случайно я сказал про Сивена Сикл – это фильмы детства. А я знаю, что он на айкидо занимается, а его еще никто в фильмах не побеждал. Поэтому я все время мечтал заняться восточными видоборствами, но вот угорать за лобоксом, чтобы больше нечем было заняться. Поэтому мне вдвойне приятно с вами провести тренировку. Вот. А молодым людям, ну что, использовать свои умения только в зале, нигде больше. А знания, которые вы здесь получаете, вы должны в школе, в обучении, в школьнике, потом в институте. Все же бывает, недисциплинированная молодежь, которая не занимается спортом, они начинают сами что-то провоцировать людей. Там стоит улыбкой обойти и уйти. Ну реально так. Я был помоложе, когда мне лет, до восемнадцати лет, я когда на Англии жил, а там в спорте девяностое годы, еще все это не уходит в молодежи. И там считается, что это, если ты промолчал, улыбнулся, что-то не ответил, то это слабость. Тогда мое действие прошло по-другому, конечно. Это была очень сильная закалка в том районе, где я вылез. У нас здесь тоже на спуске столько таких районов. Вот. Но возрастает и переехал в Новосибирск. Я все вспоминал, что мне говорил тренер, не надо это все. Я так говорю, не будь ты таким же дураком. Я еду за рулем. Вот столько провокаций. И там, и не русский, и так как зовут. И всякое разное. Ну, люди начинают гораздо. Я себе просто скажу, еду, еду. Мне это должна быть. Что ты там молчишь? Надо же его на руках. Я говорю, хорошо. Если меня убьют, то тебя будет содержать. Вот он дурак, а я зачем дурак. Ну, это понятно, что девушка потом с возрастом все понимается. Я к чему? Возвращаю для себя хладной кровью. То есть человек, который начинает себя двухпячивать, ни к чему хорошему это не приводит. Особенно за рулем. Особенно во дворах. То есть пример тому, что у меня в моем 10, 14-18 лет, 30 человек примерно в компании. Даже больше в нашем дворе. Ну, я и мой брат занимались спортом. Сейчас мой брат работает по специальности на юридической прокуратуре. Я занимаюсь спортом. У меня самовыгладучие образования. Сейчас получаю третье. У меня семья все нормально. А парни, с кем я рос? Кто в тюрьме? Кто с колосса? Кто умер в этих всяких? Кто-то разбор. Ну, чем попало? Ну, просто так отдали свою жизнь. Вот после этих вооружений. Поэтому спорт нужно использовать в жизни. И как моральную составляющую. Понимаете? Уважать старших. Наша цель какая лично для меня. У меня всегда была мечта. Когда было в вашем возрасте. Даже меньше было. И вырастить. И помогать родителям. Вот всегда быть в опоре. Поэтому, когда мы уже в север. Пришли в этот мир. И потом. Все временно. Все абсолютно. Но все заключается в том, чтобы заботиться о своих старших. Вот, к примеру. Вы когда-нибудь слышали, что представители. Это вот сейчас вопрос. Представители Кавказа. В северном Кавказе часто на тренировках. Ну, там. Никто не говорит о маленькой пенсии. Да, она у нас в стране маленькая. Реально маленькая. Но никто об этом там не говорит из старшего поколения. Потому что есть сыновья. Есть, там, дочери. Зяти. Которые, ну, воспитания, да. Которые всегда придут. Всегда помогут. И мне очень обидно, когда. Вот недавно стою в аптеке. Ну, это из последних случаев. Бабушка спрашивает. Я за ней стою в очереди. Бабушка спрашивает. Сколько там стоит гель для противовоспалительных. Ну, болезнь что-то у меня там. И ей говорят 159, 149 рублей. Сколько у меня. Ну, не хватило денег. Уходит. Мне настолько больно от этого было. Ну, я просто. Ну, как это так? Ну, почему это должно быть? Да, пенсии маленькие. Но. Мы дети для того, чтобы заботиться о своих, о своих родителях. О своих дедушках и бабушках. Ну, что это. И меня очень раздражает. Когда мои однокурсники и одноклассники как-то говорили. Они выросли. Восемнадцать лет. Да я что-то. Не могу я жить с родителями. Это меня такое зло. Ну, забегать вперед-то я перестал с ним дружить. Начиная с этого. Я говорю, а почему? Да вот. Постоянно. То нельзя. Приходить домой. В этом. Но очень не могу прийти. Там. Как с маленьким ребенком. Я говорю, ну, не забывай. Чем старше люди, тем они больше становятся детьми. Ну, как вырастут детьми, так и уходим детьми. Это нормально. А ты тварь, потому что. Ты не заботишься этих старших. Они тебе потирали сопли восемнадцатые, когда ты болел. Когда где-то все. Ну, детство, да. Полей там, я не знаю. Там. Моют тебя всего. В школу тебя. Отправить. Тетя, я не хочу жить с родителями. Ну, сейчас брату спорил. Я младший. Он даже со мной живет. Я ему это право не даю. Он говорит, мне это со мной живет. Я младший говорит, хоть и на десять месяцев. И он младший со мной будет. Вот. То есть, о чем, ребята? Нам нужно ставить цель себе, задачу по жизни, чтобы заботиться о своих старших и о себе самих. Понятно. Создать семью и заботиться о своих старших. То есть, это уважение. Первое. Уважение к старшим, уважение к младшим и забота. Понятно? Скучно, грустно, знаю, нудно, но это надо. Иначе мы все с вами перестанем быть людьми. Поэтому, вот лично вот, мое убеждение, я хочу, чтобы уже сколько я занимаюсь уже лет пятнадцать общественной деятельностью, то есть, как общаюсь с ним. Вот так же общаюсь, хожу в школы, сады, институты и рассказываю. Я вижу, что мальник просыпается. Мальник говорит, почаще нужно таких разговоров с детьми. Вот. И тогда у вас будет крепкая семья. Крепкая семья – это залог всего успеха. Никто в жизни не поможет так, как в семье. Вот. Собственно. Спасибо за тренировку. Спасибо. 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 Продолжение следует...